Всем привет! В этом видео будет обзор на Redmi Note 11. Это модификация с небольшим объемом памяти на 4 ГБ оперативки, но также у меня были и на 6 ГБ оперативки. Расскажу о тестах, о том, как он себя ведет вообще в обычной жизни. Собственно, хватает ли 4 ГБ оперативки или сейчас в 2023 году, покупая этот аппарат, лучше смотреть на 6. И вообще, в целом, лучше его взять или какой-то Poco, или может быть даже посмотреть на линейку Mi. Итак, год спустя посмотрим, что с Redmi Note 11. Вы не зря увидели на упаковке надпись NFC. Дело в том, что эти модели есть в двух модификациях, с NFC и без. Поэтому, если вам нужен NFC-модуль, обязательно перед покупкой смотрите, чтобы он был, потому что потом его никак не включить. То есть, он не включается прошивкой, он изначально на уровне железа устанавливается на заводе. Сами аппараты бывают в трех расцветках. У меня вот такой красивый синий, очень приятная расцветка, очень красиво переливается. И в целом, тут дизайн такой, что когда ты пальцем шурудишь по этой поверхности, он как наждачка. То есть, смартфон за счет этого очень хорошо сидит в руке. Подобная раскраска и подобная текстура есть у POCO M4 Pro 5G. Там я впервые с этим столкнулся. Сначала было немножко неприятно. Там как будто более шершащая такая поверхность. Здесь такая, ну, менее шероховатая. И это гораздо приятней в руках. Также есть еще голубенький цвет. Такой Star Blue он у них называется. И также графитовый серый. Очень популярный цвет. Здесь он в этой расцветке, в этом аппарате, он такой больше уходящий в темный. Меньше серого, больше черного. Если зайти на форумы и почитать отзывы владельцев, то вы периодически сможете наткнуться на то, что в данных аппаратах есть некоторые проблемы. Некоторым не нравится AMOLED дисплей, что он глазкам вредит. Да, ну, не вредит, а, скажем так, глазки чувствительные, они напрягаются и у кого-то даже болят. Кто-то, как бы, негодует из-за того, что, несмотря на то, что здесь AMOLED, они не стали устанавливать сюда такую опцию, как DC Dimming. То есть, здесь нет устранения мерцания у Xiaomi, эта опция называется. Но, в целом, люди рады, что дисплей яркий, сочный, как вы можете заметить, цвета здесь просто восхитительные. Также рады, что здесь есть 90 Гц. И я могу от себя сказать, что когда я пользовался этим аппаратом, тестировал его, и мои друзья, знакомые, у некоторых есть эти аппараты, они говорили о том, что достаточно плавный интерфейс. Хотя, из-за того, что здесь Snapdragon 680, это, как бы, основная причина, он очень энергоэффективный, он очень неспешный. За счёт этого сам смартфон периодически может выдавать некоторые фризы, даже при открытии, там, не знаю, шторки. Но это бывает редко, и это бывает, если у вас очень захламлённый смартфон. У меня, как я вначале уже сказал, я специально отговорился, здесь 4 ГБ оперативки. Для базовых задач этого хватает вообще без всяких натяжек. Если мы зайдём в настройки, то о телефоне мы можем увидеть, что здесь, вот, все параметры, он ещё добавляет 2 ГБ оперативки. Возможно, в этом и есть секрет того, что 4 ГБ версия, она не сильно-таки прожорливая. 2 ГБ свободно из 4, даже чуть больше. Обычно так и бывает у MIUI, поэтому, если даже вы его чуть нагрузите какими-то приложениями, я думаю, что сложно будет его нагрузить настолько, чтобы он начал тормозить. То есть, в целом, это говорит о том, что они оптимизировали то небольшое, да, слабенькое железо, скажем так, чтобы он работал хорошо. За это им, конечно, респект. Обычно такие слабые модификации, вот самые стартовые модификации, они, как правило, могут работать с лёгкими фризами, часто выгружать приложения, а всегда обзорщики, да и я тоже, говорят о том, что лучше покупать 6 ГБ оперативки. Вот в данном случае, что 4, что 6 работают неплохо, практически одинаково. Если у вас много запущенных приложений, прям очень много, то, понятно, лучше брать 6. Но в целом, даже 4 ГБ на версии работает хорошо. Так вот, по поводу этого процессора. Он здесь непростой, он 6-нанометровый. За счёт этого мне практически не удавалось высадить этот смартфон за сутки. Практически не удавалось. То есть, чтобы его высадить, это нужно, чтобы был включен 4G, практически всегда максимальная яркость. Тогда, возможно, у вас удастся его высадить часов за 10. Если у вас будет просмотр YouTube, автоматическая яркость, Wi-Fi, то часов 18 экрана у меня было. Понятно, что в основном это было в помещении, поэтому там, конечно же, яркость была не близка к максимальной, это понятно. Но в целом, если говорить о смартфоне, который имеет батареечку 5000 и уделывает конкурентов, просто укладывает их на лопатки по автономности, это, я думаю, что один из самых весомых аргументов, почему в целом можно смотреть в сторону этого смартфона. Тем более, прошёл год, многие болячки подлечили прошивкой, но, конечно, есть ещё болячки, которые остались. В том числе на форумах жалуются, что такие аппараты часто отключаются ночью. Также бывает такое, что некоторые игры приводят к тому, что вы просто не можете нормально, комфортно играть, потому что если чуть выставляешь в некоторых играх более мощных, повыше качество графики, то он просто не справляется. Хотя, могу отметить, что да, он будет тормозить, но у него не будет троттлинга, что очень важно. Я специально проделал тест по троттлингу, я также проделал все необходимые тесты по производительности. И вот вы можете заметить, вот как он работает. То есть, это тест, который продлился достаточно долго. Вот можете заметить, что никаких вопросов. Производительность держится на уровне 80% в максимальной нагрузке и практически не улетает ниже. В основном 80-85-90% в пике. То есть, он не троттлит. Понятно, что если говорить о таком тесте Antutu, у них есть тест производительности центрального процессора, там используется очень мощная графика, прям сверхмощная, которая вообще, ну она как бы универсальная, она не используется конкретно под этот смартфон. Поэтому эта графика, она просто рассчитана на то, чтобы смартфоны там флагманские, ну просто попытаться положить на лопатки и увидеть их максимальную производительность. Именно эта графика, она как раз таки и ложит на лопатки, да, вот такие бюджетные смартфоны. И из этого мы видим вот такие пики и всплески до 60, до 100. Но мы видим, что он всегда пытается в единицу времени выправить положение и работать на 100%. Просто срабатывает защита из-за сверхвысокой нагрузки и он просто скидывает, восстанавливает, скидывает, восстанавливает. Поэтому в целом нет такого, что он скинул частоту и потом все, 60% и он просто не работает. Нет, он стремится к тому, чтобы восстановить эти показатели. Поэтому те, кто берут смартфоны для игр, ну если кому-то интересно, в Antutu набирает у меня лично 257 тысяч баллов. Те, кто берут тесты и этот смартфон для игр, я думаю, что не разочаруются, потому что в целом основные игры он будет тянуть очень хорошо. Так что по процессору, я думаю, тут мы все разобрали. Он очень энергоэффективный, очень экономичный, но вместе с тем это влечет за собой то, что не все игры будут прямо летать. Есть 4.64, 4.128 и 6.128. Я тестил все такие аппараты, у меня были все они на руках. У них у всех UFS 2.2 внутренний накопитель и у них у всех LPDDR4X память оперативная. Поэтому если вам нужно, чтобы у вас было много памяти, да, сюда можно установить карту памяти, но она все равно не будет работать так быстро, как внутренняя UFS 2.2. То есть она будет работать непосредственно с шиной внутренняя память. А карта памяти, она будет работать через интерфейс определенный, через контроллер, который все это будет прогонять, у него есть свой буфер и так далее. То есть все равно это будут какие-то затыки. Так что если вам нужно реально много памяти, и чтобы она быстро работала, то можно брать, допустим, 4.128 или 6.128, и тогда будет работать быстро, без каких-либо глюков. Кстати, обратите внимание, какие плавные анимации. Мне очень нравится, как здесь проработана MIUI. Если говорить об операционной системе, то здесь 13.02, не самая свежая. Понятно, что сейчас есть уже 14, на некоторые аппараты выходят, но это чисто тестово. Но и есть 13.06, по-моему, 6-8, да. То есть здесь как бы они не сильно спешат выкатывать обновления, но те обновления, которые есть, работают здесь хорошо и стабильно. Также хотел бы поговорить о связи. Она здесь на отличном уровне. У меня, по крайней мере, никаких вопросов не было. Если говорить по приему в GSM-сегменте, там никаких вопросов. Если говорить о VOLTE, например, вот в регионе, где я нахожусь, здесь в основном все пользуются VOLTE, и VOLTE работает прекрасно. Ничего не отваливается, ничего не перезагружается, и сигнал уверенный. 4G и 4G+, здесь тоже ловит хорошо, благодаря третьему и 20-му бенду именно в нашем регионе, потому что у нас в регионе эти бенды используются. Но также здесь есть 7-й бенд, поэтому если вы, допустим, проживаете в странах СНГ, в Украине, например, то я думаю, что у вас с мобильным интернетом тоже проблем никаких не будет. Кстати, карту сюда можно установить, карту памяти, до 1 терабайта. Но у меня такой возможности проверить не было, просто потому что таких карт у меня в наличии нет. Что говорить по дисплею? Да, он прекрасный, у него хорошие углы обзора, очень хорошая яркость, просто отменный дисплей, но до тех пор, пока не столкнется он с тем, у кого есть проблемы с AMOLED. Если вам AMOLED дисплей не подходит, то вам это устройство не подойдет. К сожалению, вот такие вот, такие оговорки. Но сам дисплей 90-герцовый, плавный, четкий, я просто в восторге. У него, мне нравится, что несмотря на бюджетность, у него не сильно толстые рамки, достаточно тоненькие рамки вокруг. Внизу такой подбородочек небольшой, но в целом очень органично смотрится. В целом устройство смотрится современно, стильно. Вот здесь у нас слабое место, оно будет царапаться потихонечку. Здесь также крышка царапается, вот видно, что есть такие царапульки небольшие. В целом верх тоже немножко царапался, покоцался. То есть, вот это все, это не из материалов, которые износостойкие. Это стоит понимать, потому что вы держите в руках бюджетное устройство. Я немножко коснулся удобства использования этого смартфона, но в контексте материалов, что здесь шероховатая поверхность, он очень хорошо сидит в руке, не выскальзывает. Но если говорить об удобстве по габаритам, то он очень удобный, он компактный, достаточно. То есть, сейчас все смартфоны лопаты, но это лопаточка. То есть, он такой удобный, вот у меня рука большая, видите, он в ней практически начинает уже теряться потихонечку. Понятно, что без перехвата вы им пользоваться не сможете. Ну, просто потому, что сейчас все смартфоны огромные. Здесь 6,43 дюйма. И если говорить вот о разрешении, то здесь Full HD+. Я пробовал читать на данном смартфоне. Великолепные впечатления. Глаз не напрягается, не устает, но сразу поправка. У меня нет проблем с амоледом. У меня не чувствительная к амоледу сетчатка или что-то. Мозг реагирует на амолед, я не знаю. Но в любом случае, у меня с этим проблем нет. Поэтому я в удовольствие просто читал на данном смартфоне. Здесь очень четкие, качественные шрифты. Очень хорошая плотность пикселей. Тут выше всяких похвал. Само устройство, благодаря тому, что оно не тяжелое, очень хорошо сидит в руке. То есть, здесь весит он примерно 180 грамм. Если вы дополнительно чехол не установите и стекло, то он будет просто как такой пушиночка, я бы сказал. То есть, 180 грамм это такой идеальный стандарт для базового ежедневного смартфона, для эксплуатации, для девочки, для мальчика, то есть, для ребенка. Я думаю, что это более чем будет интересно и более чем подойдет. Если говорить о возможностях по датчику приближения, датчик освещенности, то здесь все традиционно для Xiaomi. Датчик освещенности работает прекрасно. То есть, если мы включим, допустим, автояркость, то видим, что срабатывает она моментально, четко, плавненько. То есть, тут все четко. И, конечно же, если говорить о датчике приближения, то он тоже работает хорошо, но не всегда, не у всех. Это все рандом. И у меня, например, не возникало такого, что дисплей включался. Но, конечно, некоторые люди говорят о том, что у них периодически этот датчик подглючивает. Иногда экран зажигается, когда ты подносишь тоже к уху. Он не срабатывает. И, собственно, это традиционно для Xiaomi, пока они не перейдут на другие модели датчиков. Здесь все как повезет. В любом случае, у этого смартфона есть одна очень классная фишка, ради которой его многие рассматривают к покупке. Это его камера. Если зайти в камеру, то я могу отметить, что здесь очень хороший быстрый автофокус. Не знаю, фазовый здесь или нет используется, но он очень четкий. Хорошая глубина резкости. Есть ультраширокоугольный объектив. Переключаются, конечно, не очень быстро. Видно такие затыки временные. Увеличение двукратно используется здесь не отдельной оптикой и объективной матрицей, а просто кроп с основного сенсора. Если говорить о видео, то здесь есть небольшой нюанс. Мы можем снимать только 720 и 1080. И все это в 30 кадрах. Ни 4К, ни 60 FPS у нас недоступно. Понятно, что многим это не подойдет, не понравится и так далее. Но зато, смотрите, картинка в принципе довольно плавная. То есть, если зайти в настройки, то можно увидеть, что у нас здесь он не сообщает, есть ли сейчас стабилизация или нет стабилизации. Но в любом случае сама картинка здесь довольно плавная. То есть, стабилизация здесь есть. Она, конечно, не на уровне более дорогих устройств. Там Redmi Note 11 Pro, например, и так далее. Но она здесь есть. То есть, даже несмотря на дерганную картинку, вы всегда будете получать стабилизированное изображение. За счет чего? За счет того, что здесь кропается картинка. То есть, если вы снимаете фото, то понятно, что у вас на том же месте будет другой совершенно кадр. Ну, о чем речь? Вот, допустим, сейчас в видеорежиме видим, что коробка еле-еле краешек влазит в кадр. Но переключаемся на фото. И вот, пожалуйста, коробка у нас уже в больший угол захвата коробки. Если переключимся, то видим, что еще больше вмещается. И опять переключаемся на видео. Видим, что только маленький краешек у нас помещается коробки. Вот за счет съедания и осуществляется вот эта стабилизация. То есть, тут как бы хотите, не хотите, стабилизация есть. И вы будете ею пользоваться в любом случае. Сенсор 50-мегапиксельный, очень хороший. Мне понравилось, как снимают фотки. Примеры показывать не буду, потому что там в основном все личное. Личные фотки для личного архива. Поэтому я с этого телефона уже все поудалял. А в любом случае в интернете есть куча фотографий, как делает снимки данная камера. Могу только внести некоторые поправки. Если у вас ровные руки, если вы увлекаетесь мобильной фотографией, то вы порадуетесь этому модулю основному. Если у вас нет желания вникать в то, как работает мобильная фотография, то скорее всего вам не понравится эта камера. И на автомате, если хотите фотографировать, то это вам куда-то нужно смотреть в область, например, Mi 11 Lite, 12 Lite. Вот такие аппараты. Там уже достал из коробки и начал снимать практически сразу потрясные снимки. Что касается вечерней съемки, то тут тоже все ожидаемо, так как это бюджетное устройство. Никаких звезд с неба он не хватает. Все нормально, но как только ночь, понятно, что уже он начинает показывать свои такие артефакты. Ну и конечно по батарейке. Здесь 5000 мАч, поддерживает 33 Вт. Быстрая зарядка в комплекте. Кабель для быстрой зарядки тоже в комплекте. Здесь все традиционно USB-C. Основной динамик. Также есть дополнительный динамик. Звук стерео и здорово, что они не сделали звук из вот этого динамика разговорного, а отдельным динамиком вынесли. То есть звук действительно хороший, полноценный, очень качественный. Мне лично нравится и качество звука, и в целом от использования этого смартфона приятные впечатления. Также понравилось, что у него есть разблокировка по лицу. Она работает здесь великолепно. Есть разблокировка сканером отпечатка. Тоже работает 10 из 10. Он встроен вот сюда в кнопку. И здесь уже традиционно никаких сканеров на задней крышке здесь нет. В целом Xiaomi движется к этому. Возможно в будущем вообще все смартфоны будут с подэкранным сканером. Неизвестно как это все будет. Пока что все именно так. Ну и что касается навигации, тут я конечно не смогу сильно его похвалить или поругать, потому что лично я его не тестировал в режиме навигации. В целом в интернете можете посмотреть. Я думаю, что не думаю, что он как-то сильно вас разочарует в этом плане. Если говорить об обновлениях, да, хотелось бы, чтобы он обновлялся чуть-чуть поактивнее. В принципе это новинка. Даже Redmi Note 12 по-моему еще не вышел. Сейчас вот начало февраля 2023 года. По-моему его еще нет. Но в целом я думаю, что он будет еще долго обновляться. У него сейчас Android 11 был из коробки. Если зайти вот сюда в настройки о телефоне, то мы видим, что сейчас Android 12. И MIUI 1302. Не самая свежая, но зато Android 12. То есть в целом нормально. Хорошо обновляется. Конечно 13 Android ему скорее всего не светит. Но я думаю, что оно и не нужно. Работает он неплохо. Думаю, что многим понравится аппарат. Если кому-то интересно, я на него оставлю ссылку, где его можно купить. В Китае, в России, в Украине. Ссылка будет в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк. Задавайте вопросы в комментариях. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok